Филиал ООО ТГК-5 Мариэла Чуваши осуществляет поставку тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям Новочебоксарска по прямым договорам с января 2013 года. Жители 137 многоквартирных домов, находящихся в управлении УКНОВЭК, практически полностью производят оплату за потребленные коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения. Вместе с тем управляющая компания не в полном объеме производит оплату ООО ТГК-5. Как известно, управляющая компания НАВЭК на 31 декабря нарастила задолженность за 2013 год в размере 80 миллионов рублей, что и послужило причиной того, что глава администрации поручил нам проработать вопрос перехода на прямые платежи с жителями, проживающими на квартирных домах этой управляющей компании. За должности перед ресурсоснабжающей организацией имеют и несколько других управляющих компаний, однако, по словам Светланы Жарковой, они не превышают двух месяцев и рассматриваются как текущие. А потому в ТГК-5 с пониманием относятся к ситуации и надеются, что после окончания отопительного сезона задолженности будут погашены. Что же касается НАВЭКа, после совещаний по вопросу регулирования ситуации по расчетам, которые недавно прошли в администрации города, главу администрации Александром Сироткиным и руководителем госжилинспекции Чувашии ТГК-5 было рекомендовано согласовать с управляющей компанией график погашения просроченной задолженности за 2013 год, а также проработать вопрос по заключению договоров поставки тепловой энергии непосредственно с потребителями коммунальных услуг. Мы, со своей стороны, направили такое соглашение в управляющую компанию НАВЭК, но, к сожалению, пока никаких писем ответных от этой управляющей компании мы не получили. Информацию, каким образом будет осуществляться переход на прямые платежи граждан с ресурсоснабжающей организацией, мы будем сообщать дополнительно путем размещения на досках объявлений на подъездах, а также через администрацию, совместно работая и с ТОСами, и с председателями Советов многоквартирных домов. Стоит отметить, что в некоторых регионах переход на прямые расчеты с теплоснабжающей компанией себя уже оправдал. Там жители домов получают отдельные квитанции на оплату отопления и горячего водоснабжения. При оплате средства поступают напрямую поставщику, а это значит, что он может в соответствии с тарифной составляющей направить их на необходимые ремонты и модернизацию системы теплоснабжения. При такой схеме разграничение функций управляющей компании и ресурсоснабжающего предприятия становится прозрачными и понятными. Организация обеспечивает поступление качественного ресурса от производителя до дома и собирает средства, затраченные на это. А управляющая компания остается исполнителем коммунальных услуг внутри дома.